Нарушить правила дорожного движения, чтобы попасть на работу, так приходится поступать многим сотрудникам предприятия Севмаш. Светофоры на переходе через Архангельское шоссе часто работают только для автомобилей, а вот пешеходный режим с кнопки не включается. Ремонтные бригады бывают там по несколько раз в неделю. В чем причины поломки, выясняла наша съемочная группа. Переход зебры на красный свет для многих работников Севмаш предприятия мера вынужденная. Ежедневно проезжую часть пересекают тысячи северодвинцев, а кнопка светофора зачастую не работает. Так что по зебре дорогу приходится перебегать. Кирилл Грибков наблюдает за ситуацией не первый месяц. Получается все идут на красный свет, потому что его потыкают, потыкают, он не горит и начинает идти толпой. И машины просто тормозят экстренно уже, потому что под них уже кидаются и все. У меня родители тоже работают на заводе, они жаловались где-то года два назад уже на это дело. Говорили, что тоже не работал. Буквально пару дней назад она не работала сутки. Сутки? Сутки не работала. И вечером выходила она не работала. И позже. Поломки светофоров в районе 56-й вахты Севмаша, заводской поликлиники и вахты номер 58 происходит с завидной регулярностью. Ремонтные бригады, обслуживающие компании здесь бывают иногда по несколько раз в день. Вот только окончательно справиться с поломкой невозможно. Погрешности в работе светофорных объектов были изначально, еще при сдаче Архангельского шоссе в эксплуатацию. Светофоры одного производителя, контроллер, который отвечает за работу светодиодных прожекторов, а он другого производителя. То есть они не соответствуют, то есть они начинают искать друг другу ошибку и вылетают. То есть электроника, автоматика на этом и сложена. Специалисты РСОД видят решение проблемы в замене либо контроллеров, либо самих светофоров. Без этого поломки будут продолжаться. Но вот чье решение должно исправить ситуацию в обслуживающей компании, не знают. Стоит отметить, светофорные объекты до сих пор находятся на гарантии и являются муниципальной собственностью. Но пока никаких решений по замене светофоров из мэрии города подрядчику не приходило. Сергей Курбан, Семен Тарасов, Вестник Северодвинска.